Махнусь! Кто из них пройдет в финал? Определить игра! Показательное выступление – самая зрелищная часть дня открытых дверей Байкал-арены. Техника и мастерство подтверждают высокие достижения спортсменов. После таких исполнений на тренировках всегда видят новых учеников. Светлана Сергеева планирует отдать сына в единоборство. Считает, со спортом ребенка нужно знакомить с детства. Мы пробовали футбол, но он запутывался в воротах у нас. Поэтому решили послушать его зов сердца и отдать борьбу. А выбор у детского зова сердца большой. Представлены около 40 секций. Половина из них – крупной спортивной федерации. Выступают на всероссийском уровне. Есть восточные боевые искусства, западные единоборства, гимнастика, хореография. С таким набором спортсмены готовы увлечь и ребенка, и взрослого. Не все знают, что такое кидо. Мы проводим мастер-классы, и всем становится интересно, и проходит. Но многие приходят заниматься. Взрослые, дети, всем интересно. Человек, который хоть однажды пришел к нам, никогда от нас уже не уходит. В этот раз день открытых дверей совпал с важными событиями. Это 80-летие Октябрьского округа и год массового спорта в Иркутске. Так жителям смогли подарить масштабный фестиваль спорта. В этом году мы очень активно посотрудничали с администрацией Октябрьского округа и провели совместный фестиваль. Это позволило нам создать такую синергию спорта и культуры. У нас посетило более трех тысяч взрослых и детей. И я уверен, что многие из них в год спорта начнут заниматься спортом на самом современном спортивном объекте в Иркутской области. В следующем году праздник проведут 3 сентября и ожидают, что еще больше людей найдут себя в спорте.